Для того, чтобы сделать паруса, нам понадобится рисовая бумага. Я взяла вот такую сенцой. Также вода, сухие кандурины, какие у вас есть, палитра, на которой мы будем разводить, кисточка и зажимы с силиконовым ковриком, на котором все эти паруса мы будем с вами создавать. Также я воспользуюсь линейкой красителей от конди про. Буду использовать цвет розовый номер 15, цвет фиолетовый номер 19, голубой номер 9 и синий гелевый номер 6. Возможно понадобится черный, но пока не уверена. Итак, откладываем красители в сторону, берем лист бумаги рисовой и первое с чем мы начинаем, это конечно же нам нужно его намочить. Поэтому мы возьмем с вами обычную воду. Можно лист макать, но когда мы лист макаем в воду, он дольше сохнет. Когда мы будем его вот так вот промазывать, то сохнуть он будет гораздо меньше по времени. Поэтому я думаю, что данный способ все-таки будет нам удобнее, с ним будет проще работать. Хорошо, обидно. Прям промазываем водичку на кисточке, сильно не снимаем. Нам нужно добиться, чтобы лист стал пластичным. То есть сначала он будет грубый, потом, когда он напитается водичкой, он станет пластичным. Немного подождем, когда листик станет таким тряпочкой. Тогда с ним будет удобно работать. Так, пока лист немного намокает, мы с вами особо долго времени тратить не будем. Мы берем палитру, пока листик пусть лежит. Капну я немного красителя, капельку розового, капельку фиолетового, капельку голубого и капельку синего. Добавляю воды. И теперь смотрите, то есть первый лист я хочу делать таким более светлым. Не хватает водички, значит макаемся еще. То есть он будет такой более нежный, не сильно темный, чтобы было у нас разнообразие такое космическое. Сделали. Иду в голубой и начинаю делать градиент с голубым цветом. Где-то взяли чуть потолще, сделали не потолще, а побольше красителя. Градиент будет тоже тогда получается более сильным. Где-то поменьше. Так, немного фиолетового. Монтируем такую космическую. Провожу. Вот видите, прям сглаживаю. Вот листик у нас уже почти готов. Становится мягеньким. Где, если хотите чуть посильнее, значит берем больше красителя. Здесь сделаю более такой темный. Это будет мое основание. И пройдемся еще раз по краешкам бумажки. Смотрите, далее можно уже сразу нанести кандурин. Здесь у меня он из видео. Сразу я его нанесу. Придам блеск. Ой, ну это ничего страшного. Сейчас мы уложим листиками. Все будет хорошо. Теперь берем листик и укладываем его в положение, в котором бы мы хотели видеть наш парус. Так как лист у меня оказался бракованный, буду укладывать его в более такую плотную. И скрываем все недостаточки. То есть бумага у нас очень податливая. Мы можем уложить ее в любую позу. Здесь такой у нас будет более ветреный листочек. Подбираем. Как я уже сказала, прячем в достатке листа. Куда без брака. Вот такой у меня получился листик. Чтобы листик наш был еще более интересный, мы с вами делаем следующее. Берем зажимчики и аккуратно при помощи зажимов вкладываем лист так, чтобы парус наш стал еще более интересным, необычным. Смотрите, как вам будет больше нравится. Самое главное, если такой брак, конечно же, все прячем. Зажали. Еще мне нужно сделать следующее. Это добавить шпажку, на которую я потом буду устанавливать свой лист. Поэтому хорошо ее мочу в воде и аккуратно закрепляю на парусе. Вот такой интересный парус у меня будет. Сложить, переложить, чтобы он был более воздушный. Так. Буду зацеплять. Вот так вот. Водичкой пройдусь по вот этим вот некрасивым местам. Как ты вот на сухом листе достаешь, так видны эти бракованные части, как оказались видны именно. Дальше. Не обязательно, конечно же, это делать. Тут уже смотрите сами, есть у вас такая возможность или нет. Но если у вас есть хороший кандурин. У меня здесь кандурин США. Он обладает очень сильно большой плотностью, поэтому красиво ложится на бумагу. Потом, когда бумага подсохнет, можно нести еще. То есть это не принципиально все делать сразу. Вы можете вообще даже кандуринами покрывать уже после того, как все готово у нас. Рисуем звездочки. Также просто точечки поставлю. Если есть кандурин вот такие вот разноцветные, то, конечно, это тоже очень классно. Значит, берем кандурин и прям вот так вот сыпем. Вставляем звездную пыль розовеньким. Посыпала. Здесь у меня еще тоже вот такой голубой. Это кандурин Италия. Приобрести их можно в магазине Свету. Ссылочку вы найдете в описании под видео на данный магазин. Вот так. Еще можно сделать с серебром пройтись. То есть все зависит от того, насколько большая линейка кандуринов у вас есть. Конечно же, чем она больше, тем лучше, потому что у вас есть разнообразие. Вы можете выбирать. Это у меня тоже кандурин США. Тоже очень плотный. Буду ставить просто точечки. Так вот мы изобразим. Кстати, когда бумага влажная, она отлично тянется. Но я тянуть не буду, так как она у меня с браком. Вот так можно было бы еще не потягать. Такой вот ночной парус я сложила. Сейчас хочу подготовить еще одну. Еще один парус и вложить его рядом. Поэтому я заранее подсоберу уже для себя. приблизительно волну, на которой мне будет удобно создавать свой новый парус. А на другой поверхности мы с вами соберем еще один парус. Это пока вкладываю в сторону. Смотрю, где кое-что. Хочу сразу его подправить. Итак, достаем писовую бумагу. Сразу получается, что делать. Вот так. Мочу водичкой. У меня она уже тут синенькая. Но, как вы знаете, это ничего страшного. Хочу потянуть. Хочу, чтобы вы посмотрели, как это будет классно, когда листик вытянутый. Хорошо смачиваю, чтобы нам было удобно все это шевелить и двигать. Эти браки, конечно, прям очень огорчают. В этот раз буду работать более темный будет делать листик. Сразу браком поставлю себе вниз, чтобы вверх остался красивым без вот этих рваных частей. Смазываю розовым. Кстати, вот в краситель можно сразу добавить кандурин, чтобы потом по верху не водить. Пойду фиолетовым. Такое вот сделаю. Градиент голубой. Да побольше, побольше. Темно-синий. Фиолетовый. Хочу такой более темный сделать. Ночной. Ночной. Ночной декор. Смотрите. теперь листик еще не совсем, но уже можно его складывать и выкладывать. Поэтому я сразу начну его зажимать для того, чтобы не было. Красиво. Такое. Лучше, наверное, все-таки такие вещи делать. Перчатки. Я вот смотрю. Все руки у меня уже, как всегда, синие. Буду переносить уже на заранее подготовленные. Прицеливаем. Она такая немножко резинит. Чем больше складок, тем более интересный получается парус. Старайтесь. Он, конечно, не такой пышный будет, но зато будет интересный. Все. Вот так оставлю. Сразу берем шпажку, мочу ее в воде и закручиваю вот здесь. Закрепляю в основании. О, шикарно получилось. Просто шикарно. Сразу пройдусь в основании кандурином. Добавим. Добавим блеску. Смотрите, какой глубокий получается такой цвет. вид интересный. Шикарно. Прям шикарно. Так. Очень красиво. Теперь пройдусь, как всегда, пылькой. Смотрите, как красиво прям. И сюда еще побольше пышек. Очень шикарно смотрится. Сделаем серебряные брызги. Мочили кисточку и бьем себя по пачеку, по щеточке. Тут уже как кому удобнее. Можно просто побрызгать, но просто не хочется, чтобы всю квартиру не обрезать. Поэтому вот так. Красиво. теперь сделаем золотым кандурином такие вот сияния. тоже точечки где-то поставим, где-то просто проведенным золотом. по боковинкам. И создадим такой вот интересный эффект. Смотрите, как быстро и как красиво получается. вот, кстати, коврик у меня достаточно большой. Здесь тоже осталось место и на нем тоже можно сделать еще один лист. поэтому мы тоже сразу свернем. Сильно большую тут уже не получится создать волну. поэтому буду чуть меньше делать. При этом тоже будет интересно. берем лист. В этот раз хочу сделать его с таким серебряным эффектом серебра. Смачиваем водичкой. Здесь вот видите, у меня уже частички кандурина есть. Синевой. Хорошо смачиваем. Опять прохожусь розовым красителем. Голубым. Вот он брак вылез. Сразу его было не видно. Думала, что он не бракованный. Так, фиолетовый. Голубой. Синий. Можно добавить еще и черного. Если вот хотите прям такой. Очень-очень. Не хочу сильно. Сильно темный. Серебряный кандурин. И вот прям кисточкой прохожусь по нему. Кандурин у меня разведен водкой. Такой эффект серебра будет. Теперь опять вода. Добавлю еще немного темно-синего красителя. Я кандурин США. Потому ложится вот такой вот красивой пленочкой. И даже знаете, вот прям хочу капнуть капельку красителя. Это у меня темно-синий. И его растянуть. Чтобы был прям очень-очень такой красивый. Насыщенный цвет. Добавлю еще кандурин. Синенького. Синенького. У меня видите прям ночной лист получится. О, шикарно. Теперь он уже начинает подмокать. Я его здесь сразу изначально уже начну укладывать. Ну вот, смотрите, берем. даже знаете я его ставлю практически прямую небольшое сделаю такое нельзя сильно зажимать отлично шпажка намочили в водичке и мокрую шпажку закрутили прикрутили и прижали золото наношу много точек делаю такие вот золотые играть одно удовольствие посыплю все это дело теперь оставляем листы сушиться снимаем их только после полного высыхания смотрите у каждого своя влажность квартире поэтому кого-то это займет несколько часов кого-то возможно заняться даже может и сутки но снимаем только тогда когда полностью листы высохли вот такие в итоге получились у меня невероятно красивые парусам из рисовой бумаги часть сделала с вами часть сделала сама но смысл я думаю вот такая вот красота совсем скоро у нас будет оформление данными парусами надеюсь что данный урок вам понравился поэтому буду ждать ваших лайков буду ждать ваших комментариев ну и как всегда если вы были со мной впервые значит обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик чтобы не упустить новых видео всем пока пока пока